Согласны были, да? Потому что их было трудно упрекнуть в лицемерии. Уж в чем-в чем, а в лицемерии их нельзя было поймать. Вот, потому что никакой корысти не было ни в той, ни в другой школе. То есть, идя и в одно, и в другое направление, еврей, он, как правило, терял, ну, вообще, ну, возможности заработать нормально, устроить свою жизнь как-то. Это религиозная школа, ты никак не разбогатеешь. Благочесть это, ни то ни другое, для прибытка невозможно использовать абсолютно. И прочее, прочее, прочее. И даже в команде Иисуса был такой правосектор тоже, да? Значит, зелот был. И плюс еще в учениях своих Иисус очень часто повторяет как раз и истейские такие многие вещи. Вот. Ну, и последняя Пасха, да, Ветхого Завета и первая уже Нового Завета прошла на конспиративной и истейской квартире. Мы знаем, почему это, да? Помните, да? Иисус... Сказали ученики, где нам приготовить Пасху эту? Вот, он сказал, вот, зайдете в город, и вот вам будет знамение. Увидите мужчину, несущего воду. Ну, конечно, это было невозможно увидеть такого в Израиле в то время. Не то, чтобы это был грех по Торе, нет, по Торе это письменно, это не было грехом, но по устно это было уже грехом по преданию. И это держались очень серьезные люди этого предания. Вот, то есть, мужчина, он не мог нести воду себе домой. Это была чисто женская работа, вот. И даже если он был один бабалем, жил, он должен был приплачивать соседке, кому угодно, но чтобы ему таскали воду. Потому что, иначе его бы не просто засмеяло бы все село там или город, а его бы смеяться, это полбеды. Его бы отлучили бы от синагоги, он бы стал бы изгоем, он стал бы вообще самарянином, там, значит, язычником вообще, грешником из грешников. И все. Вот, и этого держались и форисеи, и сузуки, и книжники, все этого держались. Единственное, что нарушало, да, практику, вот были вот эти крайние секты, в частности, и есеи. Они порой демонстративно нарушали многие вещи. Перетирали колоси, допустим, могли в субботу, значит, ученики с усложи практиковали подобное. Провокационные специально такие вещи, там особенно не наешься, но провокацию создашь определенную такую. Повод для разговора будет потом надолго. Вот, значит, и вот в то время нельзя было еврея увидеть с водоносом. Ну, в славянской традиции тоже, да? Как там поется? И вот, и представьте, ну, они понимали, что это невозможно, но Иисус невозможный, часто возможным делал. Там надо заплатить налог, он говорит, рыбку поймаешь, рыбку достанешь, и там денежка будет из-за себя, из-за меня дашь. Вот это, да, представляете? Ха! Вот, такую рыбу ловить, да? Ну, ладно. И вот, значит, и интересно, значит, и они идут, глядь, точно, идет мужик, несет воду. Вот это, да, я представляю, их челюсть отвисли, их лица вытянулись. Не может быть, точно. Ха! Они давай проследили за этим мужиком странным. Ха! Пришли на квартиру эту, хозяину дома обращаются. Учитель говорит, где нам приготовить Пасху. И их ждал второй стресс. Он говорит, а все уже готово. Как? Весь Израиль только собирается готовиться вообще, только собирается, все уже, там уже все было заброшено. Это еще одна подсказка, что это была все-таки конспиративная такая квартира сейфанская. Потому что Иесеи, они как раз наперед все готовили и проводили Пасхальный Седор как раз раньше. Не с 14 до 15 дизана, а раньше, как раз пораньше проводили. Называя себя Сынами Света. А отступнический иудаизм тогдашний, я считаю, Сынами Тьмы. И у них была своя на эту тему доктрина. Поэтому Иисус провел Пасхальный Седор раньше, чем весь остальной Израиль. Раньше, чем фарисеи, сузукеи, книжники все в храме. Но вот эта секта, в хорошем смысле, в добром смысле слова, иесейская, практиковала подобное обычно вне городов. Но это было, видимо, в самом городе вот такая вот конспиративная не своя была квартира явочная. Вот и там был пароль, как говорится, 33 утюга. Вот так вот, друзья. И там, на том Пасхальном Седоре, вот в завершение скажу, такие слова важные. Иисус, Он совершил великое таинство. Мы до сих пор в шоке. Мы до сих пор. Два тысячелетия прошло до сих пор. Это все раскрывается на тайна. Тогда совершенного. Кровь Его была еще в нем. Даже не были еще капли крови. Как под капли крови. Не падал еще. И Его еще не избивали. И Он не был еще распят. Но Он сказал, это есть чаша Новый Завет в Моей Крови. Новый Завет в Моей Крови. Удивительно. Вот эту чашу, это было сделано после вечери, мы знаем из Писаний. После вечери. То есть, когда уже все было съедено, выпито уже. Они съели этого, как говорится, барашку уговорили за вечер. Но там было 13 голодных мужчин, плюс еще хозяин дома, плюс еще тот мужчина, несший воду. Там еще кто-то наверняка. Но обычно рисует Иисуса 12. Минимализм. Но хотя реально там наверняка были и другие товарищи. Но одним словом барашка они уговорили. Того с горькими травами, с пресным хлебом. И оставалось, да, из книги Исход 6 глава, 6, 7, 8 стихи, там написаны как раз об этих вот вещах, которые во время пасхального седера мы поднимаем. В этом году мы планируем тоже как раз-таки провести такой пасхальный седер. С барашком, с горькими травами. Я люблю, когда много мяса и когда всю ночь перпируем. И поднимается первый тост во время этого пасхального ужина. Будем так говорить. И первый тост, что мы вышли из Египта. Все очень просто. Мы вышли из Египта. Мы не рабы. Второй тост. Рабы не мы. Египет вышел из нас. Первый тост, что мы вышли из Египта. Потом, опять, едем мясо. И вот второй тост, что Египет вышел из нас. И даже мы понимаем, что это гораздо сложнее даже порой задачи. Вот чем первое. Чарльз Педжин, король проповедников протестантских, он златоуст протестантский, говорил, что 40 дней надо было Всевышнему Богу, чтобы вывести нас из Египта. Но 40 лет понадобилось, чтобы Египет вывести из нас. Избавиться от образа мышления раба. Материалистического, оккультного сознания египетского. Оставить это. Это был процесс, ой-ой-ой, братья. Так вот, и потом опять кушаем, общаемся. Третий тост. Мне так нравится эпизод как раз третьего тоста. Когда мы проводим Пасхальный Седор, то третий тост, один из моих самых любимых. О чудесах и знамениях вспоминаем мы. Говорим и о тех казнях египетских, которые совершились там во время Великого Исхода. Говорим и о море, которое стало, раступилось перед нами. И мы прошли. И дальше о чудесах других рассказываем. Да, сорок лет ели хлеб ангельский, шутка ли. Все были исцелены, ноги не пухли в пустыне по жаре, ходя сорок лет подряд. Слушайте, многие вещи можем вспоминать. Но, чем мне нравится новозаветный формат Седора, тем, что в этот момент мы при третьем тосте мы говорим как раз о чудесах и знамениях, какие Бог совершает сейчас. Во время нашего исхода, сейчас, из царства тьмы в царство света, в царство возлюбленного Сына Божьего Иисуса Христа. Удивительно. И вспоминаем о чудесах, свидетельствуем о чудесах, знамениях в наших судьбах, какие Бог совершает сейчас. И вот потом четвертый тост поднимаем. Но он как бы уже там финальный такой. Это богоусыновление. То есть, первое то, что мы вышли из Египта, второй, что Египет вышел из нас, третий, о чудесах и знамениях рассказываем, свидетельствуем друг другу, прославляем Бога. Четвертый тост, что Бога усыновления. То есть, Бог вывел нас не просто из царства тьмы, не просто мы вышли из подподнанства фараонова, но стали в подданство Господа Бога Святого. И были чадами в небо, стали чадами Бога. Были детьми тьмы, теперь дети света. Удивительно. Аллилуйя. Вот, пятый бокал наливался всегда. На пасхальном столе он стоял всегда. На трапезе присутствовал. Пятый бокал, пятая чаша. Но до Машиаха, до Христа Иисуса, эта чаша никем не была поднимаема никогда. С самых этих древних времен. Эта чаша называлась, во времена второго храма, она называлась чашей Машиаха. Считали, что сам Мессия должен, Христос, поднять эту чашу и начало своего королевства объявить открытым. Во времена сраннего средневековья, во времена уже полмудического иудаизма, эту чашу переименовали. Ее назвали чашей Ильи пророка, Ильяху. И говорят сейчас обычно, что однажды Илья взойдет и эту чашу поднимет, бокал этот последний, пятый. И царство, но опять-таки не свое, а Христа Машиаха объявят открытым. Вот, и Иисус, подняв после вечера эту чашу пятую, Он просто раскрыл все карты. Он есть король, королевич. Он есть царь царствующих. Царь этого великого царства, непоголевимого, вечного. И Он сказал, это есть чаша, новый завет в моей крови. И последний хлеб, Афикаман, что оставался, разделил между братьями, сказал, это есть не просто указание на то, что было, это указание на Него самого, на тело Мессии, тело Христа. И свершилось великое таинство, друзья, братья и сестры. Пусть Господь благословит всех вас. Пусть Бог благословит сегодняшний этот вечер и ночью. Пусть во сне учит нас внутренность наша. Пусть Дух Святой учит нас, доставляет. У кого будут вопросы, и не только вопросы, но и свидетельства. Я верю, что во сне Бог будет давать многим откровения сегодня. Напишите, хотя бы коротенько так вот. Большие, не очень, я читаю порой письма, вот такие небольшие. На страничку так напишите, что видели сегодня ночью. Хорошо? Завтра принесите. И убежден, что Бог будет показывать вам и будущее, и ваше, и Дух Божий. Наше общение не с бесами, наше общение с Духом Святым. Друзья, акультизм это лишь подмена, замена настоящего. А настоящее в Боге, настоящее в Господе. Благословляем вас, во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Своим на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа, Бог Авраама, Исаака Якова, Отец наш, Сущий на небесах. Благослови народ свой миром, благодарю Тебя за эту тему и за действительное освобождение, истинное освобождение, которое в Сыне Твоем, которое в истине Твоей, которое в Слове Твоем, Божьем Смогущим. И через познание истины мы приходим к настоящему освобождению, к настоящей свободе. Наше общение не с бесами, нет подделками. Да, истине, настоящему. Спасибо Тебе, Господь, наше общение с Тобой, наше общение с Духом Святым. Аллилуйя. Спасибо, Боже. Аминь. Аплодисменты. Боже, Господи. Боже, Господи. Боже, Господи. Спасибо, друзья. Хочу совершить еще короткую молитву. Хочу помолиться о действии Святого Духа еще ночью, завтра днем, завтра. Продолжение вообще этих нескольких дней. Потому что вы можете не подозревать, но Дух Святой уже действует. И есть его освобождающая сила здесь. Он может продолжать действовать. Я думаю, что большинству из нас нам нужно освобождение от оккультизма, связанного с религией. Потому что у нас такая уникальная ситуация, что мы выросли в артеистическом обществе, но пропитанном религиозными традициями. Я сейчас, ну буквально две минуты еще у меня потерпеть, и хорошо. Чтобы было понятно, что такое оккультизм. Это любая попытка принести сверхъестественное влияние на свою жизнь не через прямое обращение к Иисусу Христу. Христианство — это напрямик. Понимаете? Это напрямик к Иисусу Христу. Любая попытка принести исцеление, успех, благословение не напрямую через Христа, потому что един посредник, через какой-то предмет особенный, святой, например, крест или икона, через действия, например, крещения младенцев или освящения святой водой. Или вот такие вот вещи, которые с детства нам известны, и гряду пасхальные дни соревнования яйцами, крашенными. Это из языческих времен пришедшие попытки стяжать мужскую силу таким образом. Либо вкушение, особенная пища священной, связанная с этим, что это принесет. И мы можем говорить, ну я уже... Некоторые, кстати, будучи уже обращенными христианами, продолжают это делать в неведении. А некоторые думают, я обращенный христианин, я делал это когда-то. Знаете, если в этом нет покаяния, бесы могут продолжать влиять на жизнь человека. Что есть это? Да, юридически имеют право дверь надо закрыть. Вот почему я говорю об освобождающей силе. И Дух Святой может вам напоминать какие-то вещи, которые были в вашей жизни, для того, чтобы привести вас к покаянию и свободе, и закрыть для сатаны двери. С этим может быть связано разные сферы жизни, как исцеление тела, либо взаимоотношения, какие-то... Короче говоря, да, финансы, весь спектр нашей человеческой жизни. Поэтому я очень коротко помогу, чтобы Дух Святой вам показывал, напоминал, и чтобы была способность у нас принять свободу. Хорошо? Дух Божий, мы благодарим Тебя за это время и за Твою освобождающую силу через истину Божьего Слова и Твою силу, Господь, мы просим Тебя эту ночь и все последующие дни этого семинара. Действуй, Господь, напоминая нам истину Божьего Слова, открывая нам дела тьмы и ведя нас к покаянию и освобождению. Я говорю, в это время освобождай от сил оккультной, Господь, от сил бесовских, развязывай, братьевы и сестры, приноси свободу, приноси исцеление в разум, в тело, во все сферы жизни, Господь, разрушай проклятия и приноси Твое благословение. Во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Хорошо, возлюбленные, нам нужно собрать еще пожертвование. Продолжение следует.